Итак, номер 5. Карта Горящие пески, которая претерпела уже не одну реинкарнацию, подули ветра перемен и действительно наши барханы сменили свое положение, либо вовсе исчезли. Разработчики не единожды уже перекапывали эту карту и тому была масса причин, дабы разнообразить хотя бы тактику ведения боя игроками, чтобы она не была постоянно одинаковой. Каждый из нас помнит ее по-своему и многим она нравилась в первозданном своем виде, кому-то нравится сейчас, кому-то нравится как было немножечко раньше. Но по крайней мере это уже история и каждый из нас помнит ее абсолютно по-своему. Конечно, самые преданные игроки, которые с нами уже давным-давно помнят еще самый первый вариант Горящих песков и возможно по нему скучают. Ну, по крайней мере нам не стоит забывать данную карту, потому что здесь полно ПТ вне засвета, здесь можно играть отлично от башни, использовать все плюсы своего танка и просто наслаждаться скрытой пасхалкой. На четвертом месте оказалась карта Химмельсдор совершенно неоднозначная, потому что одни игроки ее очень сильно любят, а другие откровенно недолюбливают. И да, она разнообразная, потому что в рандомных боях мы стараемся отыгрывать от железной дороги, а в боях турнирных команды предпочитают вести баталии уже в черте города. Я же считаю, что на карте рулят именно тяжелые танки, потому что они продавливают направление, они танкуют и они впитывают в себя дамаг. И от наличия тяжелых танков в команде зачастую в рандоме вы можете выиграть или же проиграть. Также на Химмельсдорфе присутствует некоторая магия, которая просто не позволяет боям заканчиваться в ничью. На моей памяти на Химмельсдорфе было всего ничьих, наверное, несколько штук, и это менее всего, если учитывать все локации, которые есть в игре. Поэтому мы и любим ее на турнирах, ибо здесь игроки действуют наиболее активно. За магию и разнообразие боевых тактик Химмельсдорф место номер 4. Тройку лидеров нашего рейтинга открывает очень масштабная локация Канал. В первую очередь потому, что большинство игроков любит ехать здесь по линии средних танков. Но это не всегда оправдано, когда ранее здесь была база, тогда, возможно, это имело какой-то смысл. Но сейчас разнообразие действий просто зашкаливает. Потому что если вы видите тяжелый сетап противника, можете просто взять и поехать на захват базы. Тем самым рассредоточив вражеские силы и дав возможность союзникам настреливать драгоценный дамаг. На канале очень много прострелов. Карта достаточно открытая, и ПТСАУ чувствует себя здесь как дома. Поэтому нужно быть всегда на чеку. И использовать возможности боевой машины, такие как УВНы, твердая башня, либо танкование ромбом. И это вам поможет выжить и одержать драгоценную победу. То есть захват базы, конечно же, здесь не лишен смысла. И нужно быть как никогда осторожным. Потому что никогда не знаешь, за каким кустом прячется очень мощная ПТСАУ. Карта Канал, место номер 3. Почетное второе место занимает карта Форд. И я думаю, вполне заслуженно. Потому что считаю ее одной из менее респозависимых и балансозависимых карт в игре. Здесь одинаково хорошо себя чувствуют и тяжелые боевые машины, и средние танки. И картонные леопарды, и ружки. Каждый найдет здесь свое место. За всю историю существования данной локации претерпела минимум изменений, что говорит о ее потенциальной идеальности. Только лишь огромные спортсмены-олимпийцы, да древнегреческие щиты украсили ее. И наблюдают за нашими боями. Карта прекрасно зарекомендовала себя в турнирах и в рандоме. Поэтому я думаю, что второе место очень заслуженно можно отдать именно ей. Безусловным лидером моего рейтинга является карта Кастилья, которая всегда была для меня номером один. Хотя бы потому, что я считаю ее самой вариативной и действительно разнообразной картой во всей игре World of Tanks Blitz. За все полтора года, которые я в ней провел, действительно Кастилья никогда не перестает меня удивлять. Я постоянно нахожу новые позиции, новые возможности для различных танков отлично высветить ПТ. Вообще команду противника дать возможность вашим ПТ отстреляться, не упасть сверху, не потерять половину ХП, разыграть карту базы. Это все возможно именно здесь. Она практически не зависит от респа и баланса техники, потому что тут уж очень хорошо чувствует себя абсолютно все классы, как картонные, так и самые бронированные. Так что карта Кастилья действительно номер один в игре и в моем сердце.